В связи с тем, что сейчас происходит с Ютубом и все непонятно, ребятки, хотел бы предложить вам подписаться на Бусти, группу ВК или Телеграм. Вы когда-нибудь заступались за другого человека в общественном месте? Чем все закончилось? Когда мне было, кажется, примерно 18 или 19 лет, я была дома, гостила у родителей. Я вышла во двор поиграть в бейсбол с младшим братом. Когда я сидела на крыльце, я увидела, что жена соседа выбежала из дома с ребенком, муж гнался за ней. Прямо у меня на глазах он схватил ее за волосы, потащил обратно в сторону дома, пока ребенок стоял и смотрел. Когда мой папа рассказывает эту историю, он говорит, я лишь увидел, как ты зашла в дом, схватила биту и вышла через парадную дверь. К тому времени, как папа вышел из дома, я уже подошла к соседу с бейсбольной битой за плечом и сказала, отпусти или я побью тебя. К этому времени, мой папа и другие соседи подбежали и встали рядом со мной. Я добавила, беги, пока я досчитаю до трех. Я чемпион штата по софтболу. Мужчина отпустил жену и побежал в дом. Кто-то вызвал полицию, соседа арестовали, его жена ушла от него. Папа говорит, что когда он увидел, что его дочь-подросток угрожает взрослому мужчине бейсбольной битой, это был один из самых гордых моментов его жизни. Хорошо. Хорошо. Однажды я была в Сабвэй, и одна из сотрудниц была из Восточной Европы. У нее был небольшой акцент, но не более того. Передо мной в очереди был парень, который обращался с ней просто как с дерьмом с самого начала. Он висел на телефоне и выкрикивал ей свой заказ. Я тоже работала в сфере обслуживания и ненавижу, когда люди дурно обращаются с сотрудниками, поэтому эта ситуация очень разозлила меня. Каким-то чудом он смог добраться до заказа салата. Он заставлял ее повторять все по три раза, постоянно говоря, что не может понять, что она говорит. Когда девушка потянулась за чем-то, она была очень миниатюрная. Ее рубашка совсем слегка задела его сэндвич, но он сразу обезумел от ярости. Он начал громко кричать на нее, не касайся моего сэндвича своей рубашкой, это возмутительно. Почему они не наняли кого-то, кто говорит на английском, а чей мозг еще не атрофировался? Я не выдержала. Повернулась к нему и сказала громко, слушайте, мистер, там, откуда я родом, люди не ведут себя в общественных местах, как полные придурки, особенно с трудолюбивыми иммигрантами. Если вы не заткнетесь и не купите свой проклятый сэндвич, я вызову полицию и скажу им, что вы угрожаете и ведете себя как расист. И что я боюсь за свою безопасность. Я девушка ростом 160 сантиметров, он парень ростом выше 180 сантиметров. Люди в очереди начали аплодировать. Парень покраснел и убежал без своего сэндвича. Сотрудница явно вздохнула с облегчением и поблагодарила меня. Парень за кассой не взял с меня денег за футлонг с тунцом. Да, ну писец, почему нельзя вести себя адекватно и нормально? Насколько ей в день мозги там компостируют за кассы? Ага. Пипец. Буквально сегодня в школе я и мои друзья все сели за стол во время обеда и начали болтать. В нашей школе есть один очень толстый восьмиклассник, мы в одиннадцатом классе. И он оставил свою бутылку с водой на полу рядом с нашим столом. Он рыжий и краснолицый, каждый день приходит в школу в одной и той же футболке и шортах. Хоть мы и живем в Канаде, и у нас холодно. Я стараюсь проявлять дружелюбие каждый раз, как вижу его. В общем, этот парнишка подошел и поднял свою бутылку, и мой тупой приятель крикнул ему, забыл свою бутылку с водой жирной. Как только он сказал это, у меня из глаз полетели искры. Не прошло и двух секунд после того, как он произнес это, как я потянулся через весь стол и столкнул друга со скамейки. Он пролетел еще два с половиной три метра и упал на пол. Я чувствовал и слышал, как он улетел после того, как мои руки соприкоснулись с его грудью. Все начали смеяться, когда он встал на ноги. Я посмотрел на парнишку и сказал, не слушай этого придурка, нам он тоже не нравится. Не думаю, что это было лучшее решение, но просто я так сильно рассердился, что у меня не было и секунды, чтобы подумать. Помню, когда я только перешел в старший класс, и я был очень неуверен в себе. Если бы тогда кто-нибудь сказал мне такое, я бы, наверное, ушел домой плакать. Ну, как бы... Друзьям тоже иногда надо на место ставить их... Башку. Красавчики, дружный класс. Какого, блядь, хера? Я когда-то работал в пекарне в очень богатом... Эх, эти же стойки. Эх, эти же стойки. По утрам нам приходилось иметь дело с этим придурком. Одним субботним утром, когда у нас было полно посетителей, новенькая официантка приняла заказ у этого противного клиента. Конечно же, она много чего перепутала, учитывая, что это был ее второй день. И Марк закатил самую масштабную, яростную истерику, которую я когда-либо видел. Одна из наших постоянных посетительниц, милая старушка, очень старая, которую мы звали тетушка Мэри, подошла к нему и ударила своей клюкой прямо по затылку. Скажешь ей еще хоть слово, и я врежу тебе по яйцам, черт побери. Сказала она. Марк был просто ошеломлен и потерял дар речи. Он ушел, и больше мы его никогда не видели. Мужчина просил милостыню возле... Это как там, вы ситуацию бабуля разрешила, и... Пекарню избавила от гнидостного клиента, который мозги делает все время. Ну, им же нельзя его послать нахер. Или ударить клюкой. А вот бабка может что-то... Она бабка. Она может сказать, что у меня не все дома. И вообще, что? В смысле было такое? Не помню. Что? А вы кто? И вот это вот все. Я один раз ряхнула на мужика, который выебывался на старушку на кассе, что она медленно собирает свои покупки. Я на него ряхнула и сказала, посмотрим еще, какими вы будете старости. Вообще-то мы все там будем. Ну да. Так что тут наоборот, я за бабулю заступилась. Я долго торчал там, помогая другу со счетами и прочим. Бездомный вошел. У него едва хватило денег на бургер и бутылку воды. Он не был похож на наркомана или алкоголика. Казался вполне нормальным. Сел и начал есть. При этом делал это вполне цивилизованно, а не как дикарь. Пришла какая-то сумасшедшая и начала кричать на беднягу, чтобы он свалил. Потому что она не хочет, чтобы ее дети сидели рядом с ним. Кстати, ее дети пытались унять ее. Так, блядь, не сади своих детей рядом с ним. Сядь в другом месте. Не адекватка. Тем она схватила его бургер, от которого он едва успел откусить несколько раз, и бросила его в сторону двери. Вот же ж мрать охуевшая. Уж извините меня. Ну по-другому нельзя назвать такого человека. Она сказала ему, убирайся туда, где тебе место. Мужчина побежал за бургером, поднял его и собирался есть. Я подошел к нему и остановил его. Друг подошел за мной и сказал, чтобы женщина ушла из его ресторана. Мы угостили мужчину бесплатным ужином, и он рассказал нам, что его дочь выгнала его из его собственного дома и завладела им незаконно. Сейчас он живет у меня, в комнате для гостей. Я юрист, хотя начал работать совсем недавно. Мы, я и мой друг, собираемся... Может быть, он пошел бродяжничать, потому что у него беда с башкой, и, как правило, они все такие вещи рассказывают. Что делите такое надвое, а то и на трое. Человек, когда деменция начинается, бывает, он уходит из дома и начинает бродяжничать, а всем рассказывают, что его дети выгнали из дома. Ну, ты преждевременно начала, я так понимаю. История тут появилась не просто так. Ну да, такое бывает. Мучему попытаться вернуть его дом. Пока он живет у меня, он не сделал ничего плохого. У него отличные манеры, он приятный человек. Более того, он готовит еду до моего возвращения с работы в знак благодарности. Мне уже несколько раз приходилось сталкиваться... Да, разное, по-разному бывает. Ну да. ...дерьмом в общественном транспорте. Обычно это пьяные фанаты Red Sox, которые просто ищут повод, чтобы затеять драку. Мне обычно достаточно дать им понять, что я не собираюсь терпеть такое поведение. Но однажды все могло закончиться плохо. Я ехал домой на автобусе из одного из центральных автовокзалов в пригород. Как всегда на таких маршрутах, автобус выехал переполненный, но постепенно в нем оставалось все меньше людей, так как практически никто не заходил в него. В автобусе был один мужик, похожий на злодея. Когда в автобусе не осталось никого, кроме меня, его, а также женщины с ее, предположительно, ребенком лет шести, он сел перед ними и начал докапываться до ребенка. Я решил, что останусь в автобусе до того момента, как женщина и ребенок сойдут, и если он выйдет за ними, то я вмешаюсь. И, конечно же, именно так и вышло. За сталкерил сталкера. Песец, конечно, ну, женщине с ребенком повезло, что чел вмешался. Ну, сегодня вот так вышло, а завтра неизвестно, как будет. Ну, да. Пожеление, такие ситуации. Чел без страха был наказан, родители обеспечены, и все есть, при этом какие-то садистские замашки имеет, хотя скорее он просто ни разу в жизни не задумался о чувствах других. Многое говно делал, но больше бесило, как она на уроках физры постоянно, господи, горланил, упрекая всех его, все он просто кровь из ушей, от его голоса. Мне и так было морально сложно на физре, еще он добавлял. Он как-то крикнул мне что-то в очередной раз, и я сказал ему, закрой сухий мой рот, или я выручу пихры. Вот это агрессивно. Но некоторые челы по-другому не понимают. У нас отдельная мальчишка в начальной школе девчонку обзывала за ее лишний вес. Ну, я один раз сказала ему, что, ну, она-то вырастет, вытянется, а вот что он будет с тем, что он похож, я скажу, на домашнюю птицу, недокормленного состояния. Вот. Ну, ему как-то стало не по себе. Он вошел в дом и спросил у хозяина вечеринки, может ли он остаться на ночь, так как он был не в состоянии ехать домой. Парни, которые там жили, около пяти человек, сказали ему отвалить и начали над ним издеваться. Настя, кстати, я однажды набрел на такую старушку в халате и тапочках. Говорила, что ее все насилуют и сыновья, и в магазинах люди. В общем, речь была не связная. Понятно, что деменция. Жаль ее. Вот такие выкрутаси мозг в конце жизни может подбросить. Ну, там хотя бы очевидно было, а вот с многими нездоровыми людьми бывает не очевидно. Там может быть и не деменция, там может быть шизофрения. А может быть комплексный. Да, заебись над собственным гостем ржать и угорать. Гениально просто. Я вообще не понимаю этой в основном западной концепции. Кучу малознакомых людей к себе домой приглашать и тусить. Мне кажется, такое диким. Мне когда-то это казалось прикольным, но сейчас я такой хуйней бы не стал заниматься. Нахуя? Он расстроился и, выходя из дома, упал на стену и оставил царапину на краске. Парни увидели это, погнались за ним и повалили на землю. По сути, они пытались ограбить парня, чтобы тот заплатил за ущерб. Они начали пинать его и плевать в него, пока он был еще на земле. Когда я увидел это, я инстинктивно бросился к самому большому чуваку и повалил его на землю. Пока я вставал, другой чел ударил меня прямо в лицо. А я просто стоял и смотрел на него, пока они все не отступили и не оставили нас в покое. Я поднял парня и предложил проводить его до дома. Оказалось, что он жил за городом, и у меня ушло два часа на дорогу туда и обратно. Через несколько недель я хотел переехать ближе к университету и изо всех сил пытался найти жилье. Этот одногруппник узнал о моей проблеме и сказал своему приятелю, у которого была свободная комната, что он должен позволить мне занятие, потому что я спас его. Я прожил там три года. Удачно все сложилось. Совпадение? Я рекомендовал жильцом как надежного человека. Совпадение? Не думаю. Ну, у всех такие одноклассники были, которые... Подожди, придут к тебе плиту газовую проверять. Придется пустить. Ну да. Вообще, я с теми, кто работает в сфере услуг, я ненавижу тех, кто высокомерно разговаривает с людьми, которые работают продавцами, уборщиками, кассирами, там, кем угодно, кто в сфере услуг работает. Вот я терпеть не могу людей, тех, кто с ними разговаривает снисходительной, вот это вот... Мне кажется, я всегда думаю, что с моим, блядь, не так? Какая у вас жалкая жизнь, что вы самоутверждаетесь за счет людей, которые честно зарабатывают свой хлеб. Да. С курьерами, да. Я порой думаю, что я, когда начинаю говорить, что там неправильная сумма или что-то это пробиваете по той сумме, которая вот здесь, в пятерочке или магните, у меня ощущение, что продавцы думают, что я с ними тоже высокомерно разговариваю. Ну... Нет. Я, конечно, могу быть иногда более взвинченным, потому что настроение было такое, но это в основном было, когда на работе. И потому что это заебало случаться. Че, не берешь, такой берешь, подходишь, а там, сука, не та цена. Я такой, да вы заебали. Вечера или около того, женщина начала кричать на парня в сабвей, где я ел, о том, что он испортил ее сэндвич. На лице парня за прилавком появилось насмешливое выражение лица, но он не сказал ничего. Она ругала его примерно 20 секунд, а потом бросила сэндвич в его сторону. Я просто не мог продолжать сидеть и смотреть на это, поэтому я подошел к ней с очень спокойным видом, засунув руки в карманы, и сказал ей, что она мешает мне спокойно ужинать и что ей стоит перестать кричать. Она начала кричать мне, что перестанет кричать, когда он сделает сэндвич так, как надо, бла-бла-бла. Я спросил у нее очень спокойным тоном, разве вы не стояли здесь, когда он делал вам сэндвич? Конечно же стояла, ответила она. Разве он не спросил у вас, с чем вы хотите сэндвич, когда готовил его? Ну да, спросил. Он положил в сэндвич что-то, чего вы не просили? Ну нет. Тогда заткнитесь к черту, дамочка, сказал я. Парень начал ухмыляться. Вы не имеете права так со мной разговаривать, закричала она. Нет, я имею право, я здесь не работаю. Вы ведете себя грубо, стервозно, шумите и мешаете мне спокойно ужинать. А теперь заткнитесь к черту. Она еще около минуты ворчала о той половине сэндвича, которую бросила на парня, и он дал ей новый. Я бы на его месте не сделал этого, но он просто не хотел неприятностей. В дальнейшем она вела себя вежливо и ушла с сэндвичем. Он принес мне печенье, поблагодарил и сказал, что никто прежде не заступался за него перед грубыми посетителями. Просто хрена выебываться. Ты же сама смотрела, как тебе его делают. Если очередь куда-нибудь задержится из-за того, что кто-то передо мной выебывается, я в это влетаю всегда. Или, по крайней мере, делаю пассивное, агрессивное замечание, чтобы все услышали. Но никогда я с Саней, потому что в случае чего влетит ему. Я смотрю по ситуации. Я за себя не боюсь, меня никто трогать не будет. Я достаточно борзая дамочка. Я обычно в наушниках, и я чаще могу это не услышать. Но единственное, что я помню, что пока я ждал глистогонки котам купить, дамочка, которая доебывала ветеринара, насчет того, что, ну вот, мы взяли нового котенка, и это, то-то. Ой, ну надо его искупать. Ей говорят, что его не надо купать, у него и так стресс. Ну мы же его взяли вот там от кого-то это, он же грязный. Я уже не вижу, говорю, да они сами моются. Он маленький, у него и так стресс. Вы только хуже сделаете. Вы добавите ему еще больше стресса, искупав его. Но я и ветеринары были уверены, что эта баба нас не послушает, и один хрену скупает котенка. Потому что это же будет ребенок с ним играть. Ну да, ты же не животное взяла, ты же игрушку купила. Кошек надо купать только в исключительных случаях. Ну да. Мы раз в год наших купали, но сейчас не купаем, потому что у них есть коронавирус, и им нельзя вообще стрессовать. Для них стресс противопоказан. А они когда пакостят и получают это, в тык они и так стрессуют. Но тут по-другому никак, иначе они совсем на голову залезут. А они уже пытаются это делать. О, кот, сегодня я хотел твой плов продегустировать, пока я отошла в туалет. Гнида шерстяная. А это наши подписчики на Бусти, благодаря поддержке которых мы можем продолжать выпускать контент и радовать вас. Большое спасибо, что поддерживаете нас, ребята. Ссылка на Бусти в описании.